Фамилия, имя Вашество? Католевский Сергей Валерьевич. Как дела сужили? Как выпали войска ДНР? Значит, направлялся в направлении Святогорской Лавры, перехватили для того, чтобы был без паспорта, перехватили пленника вражеского разведчика. Неделю, ну, пять дней отсидел у них, выполняя хозяйственную работу, и в это время разбирались они со мной. После этого, значит, предложили вступить в ополчение. Я согласился. С какого числа, месяца Вы участник боец ДНР? Значит, со второго, сейчас, седьмого, да, седьмого июля. Где служили? Служил вообще в, значит, в Десне, ПГТ, Десна, Развитбат, где учебка, потом Кривой Рух. Понятно. Где служили в войсках ДНР? Значит, в ДНР Семеновский батальон. Расскажите, какого числа Вы явились под Широкино, и откуда Вы явились под Широкино, и в каких войсках, в какой военной группировке ДНР Вы там присутствовали? Значит, в Широкино мы ездили из-под Ленинского. Вот, непосредственно, наш танк заезжал на сутки в октябрь, ну вот, с октября перекинули раз на Широкино. Ну, там, в Широкино, значит, пансионат УТЕС. На каком танке Вы были? Т-72. Т-72. Номера есть какие-то? Номера были, но, естественно, я не запомнил. То есть, Вы танкист? Да. Расскажите про бой. Какого числа был бой, и какое Вы принимали участие в бою в Широкино? С 13-го, по-моему, 13-го числа, была поставлена задача загрузить осколочные фугасные снаряды, боекомплект, и выехать в Капонир возле блокпоста, обстрелять... Возле блокпоста где? По дороге между УТЕСом и Широкино, при повороте, там, дорога направо поворачивает. Ну, вот, с Капонира, подстрелялись по холмам, ну, вот, причем, когда доставать задача, было чуть подсказано по строениям и стрелять. Ну, вот, подстрелились по холмам. А где Вы получили танк? Танк получили на полигоне возле Таганрога, да, около километров 40 от Таганрога. Где Вы проходили подготовку на этом танке? Там же, на полигоне, в течение двух недель. Где Вы там жили, в Таганроге? В палатке, в военной палатке. Таганрог Российской Федерации, да? Ну, полигон в Таганрога Российской Федерации. Понятно. Какое количество военных находилось в Саханке, в СЛДНР? В Саханку мы проезжали проездом, поэтому из нее... В Безыменном? В Безыменном, мы стояли в Денинском, за Денинское, можно сказать, и за Дзержинское. Каким орудием на момент боев под Широкино владели бойцы ДНР? Так, значит, ДНР, ну, танки, это основное вооружение. Сколько танков? Значит, в общей сложности, ну, танков пять наберется. Ну, вот, значит, АГС, СПГ, РПГ, ПК, РПК, КАВАШ. Минометы? А, скажите, Ваш... Непосредственно в нашем подразделении минометов не было. Ваш танк имел какие-то знаки, различия? 833-й. Это было на боку? Да, на боку, если смотреть сзади, с левой стороны на ящике с инструментом. Понятно. А кто выдавал форму военного России? Ну, непосредственно в Донецке первая форма была выдана. Ну, вот, потом выдали помощью под Саур-Могилой. И в октябре по возвращению с полигона до рифона. Инструктора, либо сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации присутствовали, или замечали вы их на территории Украины? Ну, так, мимоходом, в качестве... Ну, я не видел, чтобы они видели боевые действия. То есть, Вы видели кого? Инструкторов? Ну, опять же, я могу ссылаться на то, что мне самому говорили. Ну, Гаврили, да, это типа российские инструктора. Все. Вот. Где не проводили инструктаж? Они проводили инструктаж, я просто там собернув, они общались, как бы, с нашим командованием. Вот. Где это место, село, город? Ну, за все время, ну, раза три, более четыре, видел. Где? Сейчас, ну, один раз, это точно в октябре, когда нас забирали. Поселок Октябрь? Да, поселок Октябрь. В Донецкой области? Да. Когда нас забирали на обучение Наполеон. Вы на своей боевой машине танк Т-72 заходили в Широкино? В Широкино и стали в центре, да. В центре, возле чего? Значит, там в центре два памятника и амбулатория какая-то лечебная, вот из-за них стали. А ваша должность? Командир танкер. Командир танкер. А плату вам получили, зарплату? Зарплату, значит, август 5000 гривен, октябрь месяц 1000 долларов, декабрь месяц 100 долларов и 1200 гривен. И куда эти деньги уходили? Ну, значит, я могу за себя рассказать. Купил фотоаппарат, вот, купил часы, вот, купил печку-буржуйку, блендаж, вот, и 400 долларов дал, как бы, на общее пропитание. А, скажите, у вас, а, то есть вы скидываетесь на пропитание? Нет, на нас там, как бы, кормят, по возможности, скажем так. Ну, на всякий случай я это все делаю. А, еще эту, купил... Волонтерского движения у вас там... Нет, купил еще эту, бензотилу, на эти деньги. Как фамилии, имена вашего экипажа в танке? Фамилии имена там никто не запоминает, они не называют. Ну, как называют, но просто для списков отчетности, и запоминать никто там не запоминает. Это, значит, позорное... Последний у меня был Ли, боец, вот, члены... Донного экипажа. Он, значит, наводчик-оператор. Вот. А механики-водители у нас постоянно менялись, вот, просто была какая-то текучка. До этого, значит, у меня было два бойца. Это Бауэль и Везя-Сом. Вот. Ну, они где-то пару месяцев назад вот, уехали без возвращения. Сказали, как бы, поедем, там, через неделю вернемся, поехали, без возвращения. Много людей бежит из армии Новороссии. Ну, скажем, достаточно. Там условия непонятные и задачи накрабления там тоже непонятные. Дезирательство присутствует? Нет, где-то пишут рапорт на увольнение, вот, их отпускают. А что, какой причиной являлось вас примкнуть к террористам ДНР? Скажем так, на тот момент я видел обстрелную ворлоку. Причем, я так понимал, что-то не терроризм ДНР делается. И поразмыслив, я принял решение все-таки вступить в ополчение. Ну, мотив какой был? Месть, возмездие? Нет. Мотив какой-то? Противостоять наступлению на родную землю. Наступление со стороны кого? Со стороны кто там? Судя по новостям информации до нас явно нас упали там и по воротке видеть обстрелы. Наступление кого? Судя по новостям это силы какие силы? Запад Украины запад Украины не я говорю я не хочу никого обвинить просто нахрен. Нет, мы понимаем все это. То есть другими словами это украинские войска? То есть Украина наступала на... Не украинские, я сам украинец, я понимал, что это не украинские войска. А кто? Ну мы их называем укропом. Укропом? Да. А кто по вашему укропу? Просто чтобы вы понимали. Ну я просто наунусь в такой ситуации там, где я не владею полной картиной происходящего. У вас был мотив пойти слушать защищать свой землю вы сказали защищать от кого? Вы живете в Украине вы это признаете от кого защищать? От сил да, от сил которые неправильно владеют информацией и начинают обстреливать нашу территорию. Но я не считаю, что это делают именно украинские войска, потому что я как таковых украинских войск не видел. А какие чьи войска видели? Не знаю, но это явно не украинские войска. Я от ландыр даже начни.